Всем привет. С вами Якимов Игорь. Сегодня нестандартная тема для моего канала. Я буду делать обзор шнековой соковыжималки Miuwi. Я надеюсь, что тема будет вам интересна. Соковыжималка позволит вам делать фреши и смузи в домашних условиях. Это здоровье. Тема очень нужная в наше время. Вначале я расскажу о преимуществах данной соковыжималки. Потом посмотрим, что входит в комплект. После этого соберем ее и проверим действие. Я заготовил морковь и яблоки. Почему я заказал именно эту соковыжималку? Данная соковыжималка стоит раза в два дешевле своих популярных аналогов. Но, тем не менее, она с сопоставимого качества, о чем говорят отзывы покупателей. Ссылки, где вы можете почитать отзывы, я оставил в описании. Шнековая соковыжималка экономична в потреблении электроэнергии и делает мало шума, что позволяет ее использовать, когда другие члены семьи спят. Кроме того, в данной соковыжималке сделаны доработки, что ее выгодно отличает от других аналогов. Это более большое входное отверстие для овощей и фруктов, плюс система слива сока позволяет ее не наклонять, чтобы слить остатки сока. Так как корпус соковыжималки сделан из прозрачного материала, это позволяет наблюдать за процессом выжима. В данной соковыжималке применен мощный двигатель, что позволяет повысить качество отжима. Фильтры легко моются, практически ополаскиванием. Вот вы видите упаковку соковыжималки. Как видите, она достаточно большая. Посмотрим, что в этой упаковке внутри. Внутри находится инструкция. Инструкция на английском языке. Также тут находится гарантийный талон. Условия гарантии уточняйте у продавца. Соковыжималка упакована в пенопласт. Тут находится щетка для мытья соковыжималки. Это дополнительный фильтр. А тут находятся запасные клапаны для соковыжималки. Снимаем пенопласт. Смотрим, что там внутри. Сейчас и остальные части соковыжималки вытащу с коробки. И мы продолжим знакомиться с ней. Вот вы видите все компоненты, которые входят в комплект. Это основа соковыжималки. В ней находится двигатель. Соковыжималка подключается с помощью стандартного шнура с заземлением. На конце вилка евро. Для выключения используется переключатель. Включение, выключение. Также предусмотрен реверс, который не фиксируется. Можно использовать, если это необходимо. Это подающая часть соковыжималки. Отверстие позволяет закладывать яблоки и груши целиком. Это толкатель. Для того, чтобы проталкивать фрукты, ничем другим проталкивать не рекомендуется. Это контейнер, в котором происходит разделение жмыха и сока. В него устанавливается фильтр. Причем в комплект входит два фильтра. Данный фильтр имеет большие отверстия, поэтому он применяется для получения сока с мякотью. В этом фильтре отверстия маленькие и он применяется для получения сока без мякоти. Для фильтра используется прочный пластик, а сам фильтрующий элемент сделан из нержавеющей медицинской стали. Вот сам шнек. Он достаточно массивный. С помощью него и происходит выжимание сока. Он сделал достаточно качественно и он достаточно тяжелый. В комплект входит два стакана. Первый стакан для жмыха до 700 миллилитров и второй стакан для сока до 1 литра. Причем стакан для сока имеет крышку, которым можно полученный сок закрыть и с помощью помпы из закрытого стакана можно выкачать воздух. И сок будет храниться дольше. Это делается таким образом. Ставится насос и выкачивается воздух. Из чего состоит соковыжималка мы рассмотрели. Сейчас будем ее собирать. Вначале ставим контейнер. Обращаем внимание на эти выступы. Под них есть тут специальные отверстия. На них ставим. Смотрим, что у нас все стало хорошо. Следующим ставим фильтр. Обращаем внимание на этот выступ. Этот выступ должен быть напротив выхода жмыха. Мы ставим. Смотрим, чтобы он хорошо встал. Следующим ставим шнек. Ставим, поворачиваем и смотрим, чтобы он зафиксирован был на валу. Следующим ставим приемный узел. Обращаем внимание, что тут есть метки для установки и здесь есть метка. Ставим приемный узел и потом защелкиваем. В результате вот эти две метки должны совпадать. Наша соковыжималка собрана. Вот так она выглядит спереди. Так она выглядит сбоку. Как я и говорил, это большая соковыжималка. Она больше тех, которые в большинстве продаются в магазинах. Это позволяет загрузить больше продуктов и сам сок выжимать быстрее. Прозрачный пластик позволяет наблюдать за процессом производства сока. Снимаем крышку. Ставим емкость для сока туда, где будет вытекать сок. Ставим стакан для жмыха. Соковыжималка готова к работе. Овощи и фрукты перед отжиманием сока нужно подготовить. Во-первых, их надо почистить. Такие крепкие фрукты, как морковь или свекла, порезать на куски. Так соковыжималке легче будет выжимать сок. И она будет дольше служить. Если вы будете жать сок из персиков, то большие косточки вынимать обязательно. Лимонный сок выжимать не рекомендуется, так как в лимонах есть кислота, которая вредна фильтру соковыжималки. Для более сладких цитрусовых, таких как в апельсин, необходимо снимать кожуру, так как кислота находится в кожуре. Первым мы будем делать морковный сок. Я морковь почистил и нарезал на куски. Положил морковь, поворачиваю и включаю соковыжималку. Как видите, она работает негромко, но слышно хруст самой моркови. Выход для сока имеет клапан, который можно закрывать выход сока или открывать по мере необходимости. Получилось небольшое количество морковного сока. Я предлагаю сделать яблочно-морковный сок. Для этого выжмем сок из двух яблок. Вот я подготовил яблоко. Как вы видите, косточки не вырезал, просто отрезал хвостики. Вот вложу, опуская его в соковыжималку и включаю. Как вы видите, соковыжималка легко справляется с яблоком. Если происходит ситуация, когда шнек не захватывает продукт, просто выключаем. Включаем реверс, включаем опять или проталкиваем толкатель. Вложим второе яблоко. Я помыл соковыжималку. Для того, чтобы освободить фильтр от мякоти, перекрываю клапан. Пусть у нас набирается сок. И включаю соковыжималку. Закидываю яблоко. Раталкиваем. Морковный сок выжался хорошо. С яблоками небольшая проблема, так как сок получился густой. Я разобрал соковыжималку. Принудительно склил сок, выжатый из яблок. При этом обратил внимание, что кожура яблок забивала фильтр соковыжималки. Поэтому рекомендую кожуру с яблок счищать. Как обещал производитель, эта соковыжималка легко моется. Я ее помыл за минуту. Изготовитель не рекомендует мыть детали соковыжималки в посудомойке. Также не рекомендуется использовать воду температурой более 60 градусов. Подведем итоги. Данная соковыжималка будет полезна для поддержания здорового образа жизни, приготовляя фреши и смузи. Она легко обслуживается и не мешает другим членам семьи во время своей работы. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Эти вопросы можете задавать и производителю. Ссылку на магазин на Алиэкспресс есть в описании. Также можете написать, насколько вам понравился обзор. Поддержите видео лайком и репостом. Подпишитесь на канал и до встречи в новых и старых роликах.